Российские войска продолжают контратаковать позиции ВСУ в Курской области РФ. Впрочем, для длительной операции им придется перебросить больше дополнительных сил из других частей фронта в Украине. Об этом сообщают в Институте изучения войны. Однако аналитики не наблюдают, что российские силы начали широкомасштабную скоординированную контрнаступательную операцию, направленную на полное вытеснение украинских сил из Курской области. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления россиян, но в Пентагоне эти действия противника назвали незначительными. Тем временем в Курской области продолжают продвигаться вооруженные силы Украины. По данным аналитиков Института изучения войны, украинские силы недавно продвинулись в Глушковском районе к югу от Веселого и в трех километрах от международной границы. В то же время, как отметил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире канала Freedom, данные российского генштаба о взятии армии РФ под контроль 10 населенных пунктов не имеет подтверждения. Более того, силы обороны Украины прорвали российский кордон еще в одном месте. По словам аналитика, речь идет о расширении зоны присутствия ВСУ за счет новых территорий Курской области. Также Снегирев отмечает, что российские паблики пишут о продвижении ВСУ в районе населенного пункта Медвежья. Это открывает украинским военным путь в район железнодорожной станции Лужкова. Если данный маневр вооруженных сил Украины будет доведен до логического конца, завершения, тогда российское контрнаступление окажется фактически в западне. Эксперт добавляет, что ВСУ ведут успешные бои в Суджанском районе. В то же время, как сообщат в генштабе ВСУ, покровское направление уже не самое активное. Больше всего враг наступал на Кураховском направлении. Так, за последние сутки на Покровском направлении украинские защитники отразили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкая, Оселидово, Михайловка, Новогродовка и Гродовка. Вооруженные силы Украины прорвались на новом участке в Курской области и зашли в тыл российской группировки. В качестве доказательства успешного прорыва украинское подразделение БПЛ «Окхорн» разместило длинное видео, на котором показано, как украинская бронетанковая колонна проходит городу Веселое, который находится в тылу группировки вооруженных сил РФ. «Зашли в новом месте на километры в Россию. Группировка русских срочников – не одну тысячу человек под угрозой окружения». При этом, как пишет аналитик Forbes Дэвид Экс, это неожиданное вторжение имело гораздо больший успех, чем предполагали первоначальные данные. Как отмечает аналитик, похоже, что группировка ВСУ проникла вплоть до Южной окраины Веселого. Военный эксперт Денис Попович подвел промежуточный итог контрнаступления россиян. «Пытаясь деблокировать свои войска и освободить в Курскую область, Российская Федерация пока что добилась противоположного эффекта, то есть она теряет новые районы до Курщины». Ранее Форбс писал, что ВСУ прорвали оборону в более чем 30 километрах от Курской дуги, но продвижение остановилось. По данным Института изучения войны, россияне продолжают контратаки в Курской области. Они отбросили ВСУ из-под села Коренева, но зависли в боях за снагость. В то же время Украина продолжает уничтожать логистику россиян в Курской области. В британской разведке показали спутниковые снимки разрушенного моста и двух понтонных переправ. По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, один из главных итогов Курской операции – это то, что ВСУ отвлекли резервы россиян, которые могли быть брошены в Донецкую область. Сейчас российская группировка на Курщине оценивается 40 тысяч бойцов. Украинские десантники разбили в Курской области Российской Федерации подразделения российских ВДВ. Войска государства-агрессора предпринимают отчаянные попытки вытеснить из Курской области подразделения и воинские части сил обороны Украины. Десантно-штурмовые войска ВСУ сообщают, что 13 сентября на их позиции Российская Федерация бросила 14 единиц военной техники, но эта инициатива не была успешной. Попытка прорвать обороне позиции вооруженных сил Украины оказалась провальной. В тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой, побеждать на отлично. В итоге на поле боя остались 5 БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков двухсотых россиян. Тем временем российские пропагандистские паблики устроили истерику из-за нового прорыва ВСУ в Курской области. Сейчас, по данным россиян, бои идут в Глушковском районе. Как сообщает телеграм-канал «Два майора», ВСУ закрепляются в селе «Веселое». Другие каналы утверждают, что село уже под контролем украинской армии. Близкий к Министерству обороны Российской Федерации телеграм-канал утверждает, что бои за «Веселый» идут уже более суток. Пропагандистские каналы сообщают, что интенсивность боев здесь несопоставима с боями с начала вторжения ВСУ в Курскую область и прогнозируют, что вскоре украинские военные продвинутся еще дальше и часть российских войск окажется в оперативном окружении. А вот российские войска не выполняют приказ Путина до октября отбить УВСУ территорию Курской области Российской Федерации, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. На Курщине россияне очень удивлены неожиданными решениями сил обороны. Для них все это становится большой проблемой, которую до октября они не решат, как приказал им Путин. Позже Коваленко добавил, что значительное количество россиян в Курской области в ужасной ситуации. «Многие семьи получат плохие новости из-за тупости командиров режима Путина. Завершайте войну уже, потому что русские дети и мужчины будут дальше погибать уже на русской земле». Центр национального сопротивления в свою очередь сообщает, что все чаще российские военные и гражданские идут на сотрудничество с вооруженными силами Украины. «Также почти за каждым результативным ударом вглубь временно оккупированных территорий стоят люди, которые предоставляют информацию о позициях ПВО, складах боеприпасов или перемещении российских подразделений». В Центре национального сопротивления напомнили, что в конце августа на Курском направлении подразделения сил обороны сбили очень редкий разведывательно-ударный ППЛ «Орион». По их данным, уничтожение этого дрона помог информатор внутри группы, которая занимается обслуживанием и пилотированием этих дронов. 16-летний сын Рамзана Кадырова попал в очередной скандал. В сети появилось видео, как Кадыров-младший с друзьями катается на «Мерседесах», предположительно, по шоссе в Дубае. Как сообщает телеграм-канал ВЧК ОГПУ, ролик с богатым кортежем вызвал массу критики. Даже в прочеченских пабликах администраторам пришлось закрывать комментарии или вовсе удалять ролик. В последний раз официально сообщалось о том, что Адам Кадыров посещал ОАЭ в феврале этого года. Тогда наследник главы Чеченской республики с таким визитом вновь попал в новостные ленты после того, как журналисты заметили у него новую медаль, полученную якобы во время соревнований спецназа. Но, как сообщили тогда СМИ, Адам ни с кем не соревновался. Тем временем, когда ВСУ прорвали оборону россиян в Курской области, командир спецназа Ахмат Аптелаудинов, который заявляет о якобы постоянных успехах на фронте, опубликовал видео с застолья вместе с чиновниками из Чечни. Также Алаудинов уточнил, что на застолье присутствуют и командиры других кадыровских подразделений, которые отвечают за охрану российской границы. Соединенные Штаты Америки и Великобритания разрешили Украине использовать их оружие для ударов по территории России, но пока не хотят официально об этом объявлять, сообщает The Guardian, ссылаясь на британских чиновников. Отмечается, что развертывание ракет должно стать частью более широкого плана, направленного на то, чтобы положить конец полномасштабной войне. Издание пишет, что президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером отверг мнение о том, что использование Украиной ракет западного производства «Штормшедов» для ударов по целям в России равносильно вступлению НАТО в войну с Москвой. На вопрос журналистов о том, что он думает о словах Путина, Байден ответил. Я немного думаю о Вадимире Путине. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что окончательное решение по применению ракет еще не принято, однако намекнул, что в этом вопросе возможно дальнейшее развитие. Как пишет издание «Политика», Стармер отметил, что это может произойти на заседании Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября. В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Джан-Пьер отреагировала на угрозы российского диктатора Владимира Путина относительно того, что разрешение Украине наносить удары западными ракетами по РФ якобы будет означать прямое участие стран НАТО в войне. По ее словам… Комментарии Путина – это бесспорно очень опасная риторика. Но она не нова для России. На самом деле это было главным сообщением российской пропаганды в их войне. Это их агрессия. Это то, что они сделали. Жан-Пьер в очередной раз повторила, что война может завершиться в момент, когда Россия выведет свои войска из Украины. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что политика США относительно ударов вглубь России американским оружием по состоянию на сейчас остается неизменной. Никаких объявлений по этой теме после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не ожидается. В ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в США, чтобы представить американскому президенту Джо Байдену план победы в войне против РФ. Детали стратегии пока неизвестны, однако издание Бильд сообщило, что в плане якобы есть требование разрешить развертывание западного дальнобойного вооружения для ударов по территории России. Кроме того, в материале пишут о том, что Украина якобы готова согласиться на локальное прекращение огня на некоторых участках фронта, таким образом временно заморозив ситуацию. Как сообщает Унян, эту информацию опроверг советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии для «Лига нет». По его словам… Бильд распространил фейк. План победы Бильд не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто с Бильд не говорил. Советник президента добавил, что Украина против любого замораживания войны, и на всех уровнях украинская власть говорит об этом. Важно, чтобы США поддержали именно план победы Украины, а не капитуляции или заморозки. Как заявил в эфире телеканала Freedom советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, украинский план победы базируется на опыте курской операции и четком математическом понимании, сколько ресурса нужно для принуждения РФ к миру. При этом, по словам Подоляка… На мой взгляд, на сегодняшний день единственного, чего не хватает, это не хватает той же пресловутой воли, политической воли у целого ряда, скажем так, политиков, глобальных политиков, им надо было бы избавиться окончательно от иллюзий, что Российская Федерация это страна, с которой можно договариваться. В то же время, как заявил руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, Россия хотела бы закончить войну до конца 2025-го, начала 2026-го года. По словам главы ГУР, РФ уже сейчас борется с ухудшением экономической ситуации. Они прогнозируют, что примерно в период лета 2025-го года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано много процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально выйти в этот период так, как бы им хотелось. Кроме того, Буданов отметил, что в России становится более острым вопрос недобора в ряды армии. Уже летом 2025-го года в Москве столкнутся с дилеммой объявлять новую мобилизацию или уменьшать интенсивность боевых действий. Это может стать критическим моментом для врага. Крымский мост во временно оккупированном Крыму начнет еще больше разрушаться, ведь оккупанты увеличат логистическую нагрузку на него. Как пишет Униан, об этом заявил представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире канала «Эспрессо». По его словам, у россиян осталось не так много путей к оккупированному полуострову. Паромы не работают. Когда заработают, непонятно. Один паром стоит на якоре, а другой ждет в ремонте. Поэтому выбора у них много нет. Верифицированной информации, что россияне запустили железную дорогу по временно оккупированным территориям в Крым, пока тоже нет. Именно поэтому на Крымский мост будет увеличиваться логистическая нагрузка. Плетенчук отметил, что процессы разрушения сооружения не избежать. Ведь Крымский мост уже сейчас нуждается в ремонте. А из-за увеличения логистической нагрузки он начнет разрушаться еще сильнее. Напомним, благодаря успешным атакам ВСУ и ГУР, Украина выиграла битву за Черное море. Ведь еще в июле российский флот вывел свой последний сторожевой корабль из временно оккупированного Крыма. Акватория Черного моря остается небезопасным местом для вражеских судов. Кроме того, Россия перебрасывает свои оккупационные войска из Крыма, Запорожского и Харьковского направлений в Курскую область РФ, чтобы остановить продвижение ВСУ. Как ранее сообщал телеграм-канал «Крымский ветер», РФ переместила подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России из Севастополя в Курскую область. В Беларусь снова залетел российский дрон «Камикадзе» во время ночной атаки на Украину. В этот момент, по данным мониторинговой группы «Белорусский Гаюн», в небе была белорусская авиация. По поводу российских шахедов в Беларуси высказался министр обороны страны Виктор Хренин. Он выдал очередную порцию кринжатины, заявив, что по Беларуси якобы постоянно ведется разведка и регулярно проводятся провокации со стороны Украины в виде нарушений воздушной границы беспилотными летательными аппаратами. Именно по этой причине Минск решил увеличить свою группировку на южном операционном направлении. «Хренин, конечно, очень точно подметил про БПЛА, которые регулярно нарушают белорусское воздушное пространство. Только забыл упомянуть, что в последнее время это иранно-российские шахед-136». Подмечает в своём телеграм-канале военный эксперт Александр Коваленко. По его словам, на сегодняшний день вооружённые силы Республики Беларусь критически не увеличили свою группировку поблизости границы с Украиной. И сейчас она, как и была, так и остаётся в пределах трёх тысяч человек. Это уже не первый раз белорусское ПВО работает по российским дронам, которые залетают в Беларусь во время обстрела в Украине. При этом белорусская журналистка Татьяна Мартынова считает, что российских дронов на территории Беларуси будет становиться всё больше. «Пока ещё при сбитии обломки дрона в Беларуси всего лишь повредили крышу кирпичного склада. Нет ни жертв, ни особо разрушения. Но другой вопрос, что будет, если будет не так? Дрон может взорваться при падении уже не на кирпичный склад, а на жилой дом или на вот эту священную корову Лукашенко, то, что недалеко от границы Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Что будет тогда, говорит белорусская власть? Как она это будет объяснять людям? По мнению Мартынова, интересы Кремля и Пекина на территории Беларуси расходятся, а поэтому самопровозглашённому президенту Лукашенко, который предоставил свою территорию путинским войскам для вторжения в Украину, приходится терпеть и российские дроны». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова